Приветики! Давайте на три варианта посмотрим его модель поведения с вами. Меня зовут Тара Ведьма, я гадалка, гадаю на любые темы, также я практик, делаю ритуалы, поэтому можно сказать, каждый знает меня с разной стороны. Давайте посмотрим его модель поведения с вами в отношениях. Загадайте обязательно мужчину, сейчас даже карты уже выскакивают, у кого-то может быть застой. Обязательно поставьте лайк для энергообмена, мне будет приятно. Из-за частной личной диагностики пишите мне на WhatsApp, так как общий расклад ни в коем случае не является индивидуальным. Давайте посмотрим его модель поведения с вами. Единичка, его модель поведения двоечка, его модель поведения троечка. Я буду дополнять карты, давайте я сразу по две выложу и посмотрим его модель поведения с вами. Обязательно загадайте человечка и подержите его образ в голове. Имя, как он выглядит, как он разговаривает, визуализация. Надеюсь, вы выбрали свой вариант, его модель поведения с вами. Ну, в этой ситуации модель поведения, конечно, я бы сказала, авторитарная. Я здесь власть, видите, даже аркан силы вышел, я здесь сила, я буду подавлять и властвовать. Такая, я бы сказала, модель поведения. Посмотрите, как женщина ведёт льва за поводок. Так вот, может быть, он тебя ведёт за поводок. Здесь может быть разная модель поведения, но так как мы спрашиваем его модель поведения, она авторитарная. Он хочет править, управлять, он хочет быть главным в отношениях. И если ты ему не будешь подчиняться, он будет гневствовать, будет гнев, будет раздражительность с его стороны, будут какие-то манипуляции, колки, вещи в твой адрес. Его желание быть лидером, его желание подавлять. Поэтому модель поведения в ваших отношениях мне ясна. Не будем дополнять, всё понятно. Двоечка, приветики. Модель поведения номер два, мужчина номер два. Здесь мужчина, наоборот, безответственный и не хочет брать никакую ответственность за ваши отношения. Сейчас кто-то мог загадать мужчину, который ушёл. Ну просто, я ухожу, до свидания. Здесь идёт карта ухода от ответственности. Я не хочу брать ответственность за отношения. Я абсолютно безответственный, паркан у дурака. А я, он говорит, не за серьёзные отношения. У меня не серьёзные отношения. И брать ответственность я за свою мадам не хочу. Поэтому здесь может быть такой, я бы сказала, человек, который не является ответственным и легкомысленным. В поведении, именно в рамках серьёзных отношений. У кого-то здесь вообще серьёзных отношений нет. И просто могут быть какие-то встречи. Пришёл, ушёл, позвонил, не позвонил, появился, пропал. По дураку он не хочет серьёзных отношений. Обратите внимание, и поведение его может быть очень такое лёгкое. И я бы сказала, даже иногда в какие-то моменты действительно глупое. Потому что он не хочет брать ответственность и придавать значение вашим отношениям тоже. Тут уже всё понятно. И третий вариант. Его модель поведения с тобой. Во-первых, здесь карты показывают о том, что в ваших отношениях так можете быть и вы главные. Королева Пентакли здесь вышла. Либо женщина-хранительная от тебя очага, либо женщина земной стихии. Даже у кого-то могут проиграться отношения на расстоянии. Но такое ощущение, что он может на твою шею переложить Королеву Пентакли. Эту самую ответственность. Сесть тебе на шею и кататься на ней. Потому что Королева Пентакли — это гиперответственная женщина. Это может быть Козерог, Телец, либо Дева. Это люди суперответственные. За всех и за вся, и за своих мужчин в том числе. И иногда это, конечно, играет злую шутку в отношениях для Королевы Пентакли. Потому что она просто сажает себе на хребет и катает. Давайте ещё уточним. Какова модель поведения вашего мужчины? Здесь точно проиграются такие кармические отношения у кого-то даже в браке. Но я бы сказала, действительно правильно карты показывают о том, что модель поведения... Ты решай, ты у нас главное, ты у нас, как говорится, шея. Да, есть сложности в отношениях, сложности в коммуникациях, но вы должны пройти этот кармический урок. Но мой тебе совет — не сажай на шею, ты не потянешь эту ношу, которая тебе не под силу. И сейчас, если честно, вот эти карты говорят о том, что сложности в отношениях есть, и тебе сели с этими проблемами на шею. Поэтому модель поведения вполне ясна. Если я вам нужна, приходите ко мне на личный расклад, будем разбираться по любым вопросам. Добра!